так ну что ребят добрый день из так снова с вами скрой с вами вы и продолжаем смотреть дота мажор шанхай команда в джипов фнатик первая игра ушла все-таки входил команды фнатик отыграли не так графа не трогать команда фнатик отыграл довольно таки серьезную игру мне кажется они взяли вроде и пуша вроде бы и опять же на драку персонажей команда джип тоже взяла герой двух неплохих но где-то они начали ошибаться но это момент понятно что команда фнатик немножко переиграла команда джип за счет тут и нигмы как стать появляется сейчас второй карте за команду джип и destroyer за ними тоже появляется в пике тайт хантр и богатур команды фнатик у команды джип про на игре был сайленсер который довольно неплохо трилл эту нигму но опять же в какой-то момент делает немножко не вовремя но пил потому что нигма в принципе просто успевала после салит создать кол причем неплохим по одному потом хотя бы до забирали главный персонаж забирали забирали под райдера забрать в это все команда у джи без мира клана свиньи не могла ничего сделать дэмэджа они вносит очень мало санит в принципе видит собрал очень много интеллекта ну и мол немного ничем много фарма купился рот фотос фрешер пт и так далее то есть ничего сверхестественного не появлялся мокер появился тоже рот фотоса и тоже неплохие артефакты что там еще было гоним ну и так далее мхестропиваются дальше и по накатами вот в карте у нас тут также санит появляются команды фнатик отвечают они команди у джи вот эти же пиком которые брали команду джи в прошлом команду джи в промпике был баунти-харт был свен а вот кому царьба и нигма но теперь и нигма находится как джи и дестрой также у них то есть но тэйл скорее все будет стоять виде на этом строили нигма будет скрыть его на небо скосе играть флайс может быть и креи муминер даже не мумин крит появляется в эрджи фуспе также команда джи но в принципе как-то свапать спасать строю ранимов к момент можно то есть чтобы эти герои могли в дальнейшем дать прокаст от при отнициации от команды фнати хотя какая команда снать кинтации у них инициация считает хантер у которого убить даггер он просто будет врываться и давать рэш это понятно это здорово но так сказать что этого будет возможно же достаточно чтобы зацепить одного или двух основных персонажей команды джи и баунти-хантер баунти-хантер будет опять же вот бегать вот тут неприятные неприятные вещи делать в битами помогать брать дестроера да то есть к этому метки же дестроера не дострал может кого-то а если вы туда еще отправить в принципе спокойно убежать это действительно может быть но в принципе все зависит того как синицирует команда флотик при этом нужен довольно плохой вижу таком аноджи убить где находится тут баунти-хантер постоянно то есть бегать на то бегать на вот тебе на миде то есть баунти-хантер вносит такую момент неожиданности за хоть игру действительно то есть цену в принципе может устраивать такие реальные вещи которых вообще неприятно на самом деле становится на душе ландруид виспа бодрайдер и земелька отправили отбан команды фнатик и бисмастер чен и чантрас инвокера в бане от команды о джи о джи забанили вот этого инвокера который был в прошлой карте за команду фнатик и бисмастера то есть ребятам команд фнатик довольно неплохо реализовали все это всю эту так сказать шматенцию даже не знаю как вам рассказать прямо по такой ситуации то есть бисмастер действительно играл на линии неплохо стоял неплохо забирал персонажи да там в какой-то момент погибал но опять же выкупил себе какие-то некребником и даггер и пошел просто драться при этом неплохие у него были так сказать праймуроры и постоянно на их реализовывать откатился и нужно искать цель и ним делала точно так с команду фнатик был блэкхолл неважно потратил в 1 пофиг то есть даже если неудачно да плевать они вот как-то раз цепляли кому фнатик а за счет книг мы с не ошибаюсь еще инвокера цепляли бодрайдер он драйдер там выжил минер играл на бодрайдере он там выжил что стиков то ботла и все-таки был холл вроде потрачен никуда но в принципе и не мог он реабилитировалась она дала неплохой бы была по двоим на боте за счет того что спил бодрайдера и свена с бкб после каста так сказать использование глобала когда забрали ему то и него просто ответ ответила сказать дабл килом свена и бодрайдера это очень много значило при помощи сайленсеров забрали то есть команда снатик играла в прошлую игру действительно замечательно вот там было голосование с лучшего игрока я все таки поставил что у нас диджей отыграл на имени лучше чем все остальные но большинство все-таки проголосовали за так сказать дайте мне вспомнить проголосовали нам души на медузе на самом деле медузу я как баса и не видел то есть данный использовал там ультимейта там где-то старалась фармин ну это керри понятно он фармит он потом выигрывает игру это замечательно все понимаю но мне кажется что него делала намного больше намного и намного больше чем это медуза это конечно сугубо мое личное мнение но мне кажется что именно так так что посмотрим лично с командой фнатеком в принципе героев довольно неплохо у них а теперь для инициации для драки у них опять же есть все смеется по фарк герой который может контролировать герою героев у джейт хантер и лич при этом свен за криво может тоже много вносить но бомбинатор просто знаете сладко остается моды фнатек чтобы посыпать а шоколадный крошкой командой джи еще в начале игры ну а в конце просто знает поливать вот этим вот сиропом и треков и заливать еще приятным джемом из сюрикенов да конечно сравнение просто ужасно и может быть у кого-нибудь из вас так сказать разыграться аппетит после такого таких слов но я думаю что в принципе так и будет команда фнатек но команда джи здесь тоже все довольно таки понятненько фейс лис будет на котором будет муминер в карта десторами это нигма и биржу в спирит будет сорта не понятно что лесная ну вот керри керри для мира кому забирать команду джи и в принципе против такого пика конечно здесь неплохо возможно нужно думал что сладко но слишком хило и нужно что-то пожирнее то есть опять же бога дэм джи очень много неприятностей может устроить там сладко поэтому нужно брать что-то более толковое и более жирное а что жирного есть у нас ну вообще может появиться даже какой-нибудь ринджовый герой даже на тоже рейнджер дал как раз кстати думал что троу рейнджер то есть добавить дэм от шарик успели троу рейнджер еще и под купол война но опять этой дровки нужно будет выформить артефакты помню а игру на так дайте мне вспомнить о клипторме недавно вот там была эта дровка стратегии fast push и они все отлично делали на дровка в какой-то момент просто не выформила и дала просто беда печаль просто беда печаль потому что это другой вроде как бы должна была себе выфармливать так далее и стоять спокойно но они ели в пуш а не пропушили до 15 минут все вышки до 3 и заходи на 3 уже конечно проблемами их забирали и забрали их 1 5 после чего не отдали преимущество кирикам да ничего не выформил как а вот команда теника уже вы форме для свои артефакты просто петели так сказать пушим и просто с файтами тем самым вырвали и пушили там неплохо так а ну и что поехали принципе давайте пройдемся по персонажем к такому играет команду джио джи fly силы от нас на инигму устает лицу так сказать форми своими доложками крит про это в саппорт а с их позицию на пешку спирит miracle все-таки пытался сейчас мид на деструйере молнинер будет играть но сейчас на фейс слайде на топе good luck fun желая друг другу направили нам это действительно хорошо но ты будут фармить у нас над урэнджер ну и принципе команда фнатик муши будет играть здесь название на баунти хантере здесь будет играть сейчас у нас диджей неплохо вроде исполнен в прошлой игре у нас на инигме пак мидуангус стоит в миде на паке нет у нас будет играть на веще будут саппортить у нас с вену также помогать паку в какой-то момент миде опять же подцепить этого деструра ну и ахая будет стоять на бою за счет своего тайтхантера ну против тайтхантера стоять два рейнджовых героя причем это строу рейджер это еще плюс баунти хантер кстати у меня баунти хантер в пользу из команды кстати бегает такой интересный человечек ну вообще инигма и нигма что будет стоять лесу и вот тайтхантеру конечно неприятно стоять против двух рейнджовых героев это вот все таки против этой вот нутелл игрит вот но в принципе с прокачкой 3 2 кракеншила и блокировка 4 дамажа даже там эти вот от 36 как бы тайтхантера будет стоять довольно таки хорошо при этом что может побегать этим героем давайте через смеша радиусу лишь смеша довольно неплохой ну посмотрите тоже прокачал вот в принципе прокачает и вы все видите то есть опять же дроу рейджер будет там с меньшим дэмэджем носить же фоспере тоже а у них есть все-таки ауры трубу добавлять им дэмэджа также видим дестройер бутулли довольно неплохой буст уже получают плюс 10 на 1 плюс 5 паку прячет ну в принципе паку конечно же приятно будет стоять против дестройера да конечно же здесь ну тут и долончиков должен давать ворун сейчас джоу крипа так сказать уменьшает фарм пока одного крипа всего лишь это конечно всегда приятно не на самом деле правильно не делать то есть съедать именно не первого копания в лесу а именно на линии то есть дальше тут у нас строят начинают просто астрал гонять этого мидуан не давать ему фармить полица арбу сейчас мир должен сильно просел 40 кто не остается вот тут и мидуан мука также отправиться в принципе в таверну прямиком но у него стоит 100 хп также у него есть так и в принципе у чая у него там тоже может очень немножко запулить ну пак все-таки рассчитывать на ботал а метал здесь возможно тоже у него тут фаск он уже опился то есть он уже фулов пункт хантера пока что прожи пока что в лесу бегать будет воровать липов ну то я ду что сатира то он должен сделать украсть сратира и в принципе бежать здесь удачно получилось удачно вот миром так будет стоять пока что против сына против муши у мушек старик почему-то оказался именно на базе может иран там хочешь собрать такое бывает ну а вы слойт в принципе на тот будет стоять пока что без проблем то есть свен как герой ну понимаете да вот на базе купил таки здесь немножко ну тоже вниз для фнатик но в принципе он не страшно так вот минер такой большой проблем и свен не составит а хотя сута ему миру вроде как а проблем то не ослужит вставлять тебя плохо так просил просил просадил так с этого в данную в принципе здесь убили дэйд хантера боте за счет нутелла и крита тут еще джей подтянулся диджей тут пытается нутелла зацепить но нутелл знаете немножко жирноватого бунтихантера всего лишь правил оба феном нет у него джина да нет у него оси рекена в принципе феррус баг прогресс неплохой муши здесь на топе так пока что фармит крибочка у нас тут минер фармит также отводит крипов неплохо он зафармит от ниталов пытается немножко посадить ему нужно просто крипов дебать конечно ты особо не помешает у вайдата неплохой фарм пак на медик сейчас убивает дестрой заработает на нем фраг зарабатывает 200-300 золото тут еще и неплохо поднялся у нас лич ну как понимаете забрали быстренькому дестройера да дестрой там откидывается конечно осталами но замедление еще и арбат который стопроцент впадает внутри дэм очищает алицу понимает и при этом главное не использует арки но у нас строит оборвать интеллект у нас у мидуана но у миланок понимать имеет астал то есть к этому моменту может просто уходить сейчас выходит ли эти от нас здесь приходит бантихантер и дестройер у нас появится на базу неплохой как сглот знать перетянулся диджей перетянулся на неплохо так зашли у нас и раком ну и мир полкупе право это верным уже второй раз за игру в начале даже до 4 минуты от неприятно но при этом больше на топе у нас free фарм что будет находится на полном фри фарме имеет вас три крипа 4 на в принципе по крипам он именно ровно идет со сыном но в принципе два миличных героя которая друг друга почти нюкает флайк справляется фармить так сказать крипов лесных в лесу на территории ну а диджи просто стоит улет экспириенс очень важно для него на ман его есть может так сразу часа ухо но пытаться флай немножко посадить посаживает флая ворота экспириенс заработать третий лайвал ну и все у него вроде как хорошо такая знаете пиявка плявка на спине у нас по доджи бегая за счет оба антихантера ну вот вот действительно вот он при которых подливается масла в огонь в команду джи и вроде бы сейчас на топ кстати может перетянуться у нас здесь и никва притягиваться у него мальфайс правда нет не вкачивает то что плюсы что нет плюсов нет но ситуация конечно будет прочитаться мальфайс если нужно будет попробовать спить кого-то свэну правда свэна что здесь заднего 6 левел он сам может здесь навалять непухо по и нигме у леди у него всего 4 армора у свэна довольно много дэмэджа но штуками всего лишь первого уровня экш-то минус кстати тут опять destroyer нападение идет сейчас замедление или будет реча но в принципе он заберет destroyer а я так понимаю да destroyer снова погиб приходит еще и крит но крит видит джей в принципе уходит из вышки поэтому выживает ну третий раз погибает мир гол на миде это лишь печалька отвечает для командового джи это неприятности то есть это мундотел вместе с критом на боте более-менее как-то все приятно стоят тайтхантера нас убили да сделали на неферт блатсу замечательно и тайтхантер в принципе не фармить имеется уже крепа и крипам вообще не подходит просто не подходит destroyer же на миде уже умер 3 до тем более сейчас команда фнатик перетягивает на бот тут у нас уже джей выходит а зрения очень много но я откидываю час у нас бх но в принципе но тэйл здесь бегает при этом нет совершать убийство обра зарабатывает тоже немножко экспириенса валить уже 5 так хантера тоже не получил экспы экспы из золота лукс 4 1 счет в пульс команда снатик на 6 минуте это конечно не плюс не потому что стоит в принципе уши тоже пока что мешает уж команды снатик на всех линиях вроде как все неплохо ну да у тайтхантера здесь приятно но зато любишь а имеет неплохой левел имеет опять же деньги также как и по утрам сейчас ты тут подфармывает сейчас крепочков у тайтхантера полховастенько все но усвоенно здесь неплохо муж оседает очень сильно уж и сейчас прожимает ульма и дает шторм хаммером снова его купола здесь нет а муж и здесь очень сильно просадили муж и могут убить муж убивают у мира покажет и живет но ли чего добивает неплохо он пытается на и пока что жить изменялись один в один но при этом погибает и это размер 2 в один польском адау джи и конечно же ты чок для них потому что они все-таки были небольшом минсе 782 зарабатывает команда уже там и не получай деньги и командов на теперь получилось 72 золота убийство знаете хоть как-то плюс вышли до за команду джи стоит он набирается преимущество по золоту 750 и по экспертам тоже покажет за ними вроде как бы команду снатик перевернул тут как сказать немножко переворачиваем даже графики переворачивала в начале графики слабо так сказать вот джи четвертый левел бегает также ставят тут vision и поход к сочному спалю команды фнатик фнатиков здесь прижиму довольно таки не ухо то есть посмотрим да вот конечно металли мышки на топе уже ну тут вот есть ноут команды окажется все приятнее от того что не все-таки еще фуловые вышки стоят почти всем поэтому для них это конечно плюс мунтихантер конечно дает дополнительный vision знаете это вот как мастера то же самое мунтихантер исполняется тут мунминер затягиваться на босс будет стейлер против тайтхантер 7 у него есть на боссы тут крита забирают через паку бака где что-то мне казалось появился дакер но это не так пыль от вопт забирать руну дабл дамейджа ну через рабочий рисовали приятного канты разрабатывает фраг ну тем более будет хатта уже почти пятый левел до шестого стоит совсем немного начнется еще больше проблем кстати джей виде курьера диджей может за курьера еще один тычку да отлично курьера к диджей у нас сейчас залал ну и там не было так что такое так муша восьмой левел на топе имеет себе уже пт имеет еще золото 700 сверху общей ценности видим что лирует команда фнатик два персонажа все-таки впереди конечно тут духа и сидают контролирующий немножко в минусе потому что они бегают но они зарабатывают experience они заработали experience золото конечно их тоже важно но не сейчас я бы сказал у них на в принципе совета отыграть за счет треков он заработает очень много кстати движим появился команду центре чтобы ну хоть как-то то этого пути андро видеть потому что выгрой действительно неприятный кто выходит на тебя личико и хай вроде стоят там ничего не сделать выделение много и дамы же тоже много хп немного да и уйти-то нечем так нами сейчас мы здесь уже имеет опять же куб от куда он сокритесь а без ультимейта но и нигма имеет бэкхол в принципе нигма палец а все цели палец в принципе там и смоков то осталось немного поэтому ребят с команды у джей отправляется просто в пуш им ничего мешает должны сейчас забирать один вышку конечно же фнатики даже не собираются ее дефить просто идут в ответный пуш то есть так антар на боте включает свое золото покупает смоки и ту же аркан тапки миш 100 левел есть него реводж и имеется телепорт на всякий случай если нужно будет подраться даже можно было подраться и хочется на виде сейчас здесь там можно было добавить что можно дать рассказ по кону конец от много маны да и в принципе ищется с веном довольно таки далеко поражали против кирка вода джи потеряли чистое нужно топе ну так сказать фнатики разменяю все-таки по вышкам разбили муку на миде они разбили вку на топе ну возьмем получился неплохо на боте мир здесь у него есть и сейчас купол того не потратил видим надеяли все таки как надо дать файт но преимущество команды у джи сам но то есть если даже по золоту мы то видим преимущество 500 золота да это мелочи ночи на десятой минуте это с копейки просто ничего но за счет вот этого пола сколько раз показывали что этот войдут просто ибо то сейчас но он конечно перед так сказать переделанным вот стал может еще сильнее чем был был конечно немножко сами кем мы после конечно там клуб но и так далее теперь имеется таймволк а то есть его пассивка теме отключается да если ему на вернут к этому числу не башу то пожалуйста его ты мог возвращаешься часть хит поймут то есть тоже все прикольно кстати у слена появляется здесь доминатор появляется пт появлят сразу яши понимаются режим яша если прошло время у нас на метле было все таки выбрана третьим фактом серьезным так больше арм лет то муж отвечает здесь все таки тем что он убрать себе с инжен яшу ли месяц баунтихандр он забирает час вину нас в лесу ну винга конечно же здесь тоже все грустенько ну бы конечно побегал попалил его бх кстати дошел его остается совсем кропаля все много но команда фнатик забрали венгу и теперь с уверенностью идут на бот потому что команду джи понимает что им так делать просто нечего микки у них пока что нет ну а свент все это время просто фарит то есть а он не ходит с командой со своей команды и как не особо что делать туда там но так лич пришел мог и все дальше все продолжается тем что на боте команда тика начинает оставиваться начинает пушить правда вижена у них нет не знают где находится команда от же поэтому больше беспокоиться халту тут сейчас они едят и принимают роксу нет да видели они как судили они все остальное но не видят что происходит здесь по каждой мышкой то здесь все может быть опасно здесь может быть лакол и все планы команды фнатик просто рухнут но в принципе свэн пока что перетягиваться даже не думаю отличаетесь то сейчас убивают хоть что с команду джи уже начинает забрали сейчас лича и никому кстати тоже стороны заходят и ходите сюда же в бой ну и теперь команде фнатик просто же наритироваться то есть они немножко поддержать задержали здесь подумали что возможно здесь стоит походить подождать ситуации где когда увидит команду джи в каком-то на какой-то друг линии ну в принципе команда фнатик почему так боится потому что боится она все-таки был кола и купола купол очень-очень очень сильный спелла и даже со мной может низкой владимир появляется сейчас уму мира и дыра синька проседает но пока танковал немножко и мог сделал вроде кончить кожу мультихантер сбегается тут синтри поставлю паунтихантеру нельзя заходить видели его сейчас его сейчас видели здесь но в принципе неплохо ушел диджей почувствовал андро или просто увижу и поэтому шутим у дэйдхантера полет с маки кастуша смоки с лючем у которого уже есть 8 левел имеется у тимы и также как у по у пока уже есть даже даггер и в принципе сейчас должен заходить войдет должны быть войдет войдет сейчас тайм лаут тайм лаут точнее цепляю час муме раун мидра и сейчас здесь а купол может на развороте оставить в предкоманка что уже далеко там где-то еще вот и пытается пропустить мумина сейчас забирать да просто ради ультимейт ничего не жалею потратили соли тратили на него опять же dream call потратили клича но не странно то есть забрали вайда и теперь можно безопасно идти пушит один вышку то есть они летит этот укол бой со своим кланом и в принципе ничего не делает то есть если прыгнет и нету и как-то что-то можно а вот ку войд кула будет просто вот даже смертельный команды фнатик поэтому они шли все-таки не сжать чать и все-таки собрать этого пайда ахая здесь на топе пока что должен идёт уверенно сейчас завоем флайд могут свить баг решается отшить и правда опасно было там бульон отел у него и станет у третьего его то есть сальц будет действовать аж 5 секунд а для парка это смертельно любишь на вроде как из кп ну как 5 арбора 900 хп стиль узнаете секунд можно и пережить там получить просто опять же молифайс обучить соли пытался купол поставить вот какой отличный рэвэдж какой-то сайланс от нутейла но какой-то отличный сайланс от пака имеется ввиду конечно же мидван неплохо исполнил сейчас не дал купол поставить так что он просто у нас хая добил так сказать контрольным рэвэджем чтобы пол не дать ничего делать а не ладжи ну если 4 счет на минуты игры и все получается для команды слишком легко мне кажется 1200 золота зарабатывают они за убийство двоих ну и команду же теряют 600 золота и в принципе команда фнатик набирает уверенное преимущество почти в 4000 по золоту и 4000 по экспириенс и заходит наша мужик из поражавший ультимейта в этом файде конечно же вы готовы ходить на пол хп приходит баунти хантер перетягивать сюда сейчас миркл но миркл здесь в основном мне кажется находиться не стоит а вот при этом сразу сейчас баунти хантер пытается его как-то забить молифайс 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 диджея забирает диджея здесь кажется заберут нет остается еще в серии да диджея забирает ну хоть минус один команда но джи смогла сделать перетягивать сюда сейчас вся команда здесь уже и вот здесь все остальные поэтому все-таки рошан команду фнатика дает модель джи пак влетает здесь то есть сейчас сайленс на война войдет сайт купол лишь в одного лича лича должны здесь все-таки забирать лишь здесь прибавит пак уходит тайт хантер тоже ретируется отправляется на базу регенится ну и попасть в скором блинк дагер у свэна появился блинк дагер после покупки яша он не решили собираться сэнджа но купил блинк то есть инсиация врываться немного проще то есть если пока что тупак все это время делал вместе с тайт хантером теперь и свэн будет отключаться к этому всему кстати тайт хантер не особо это дело у него пока блинк дагера нет но в принципе стрелять же он не прогадал то есть довольно неплохой вы дал снасти имеют у покажет сухо прямом должен был делать сейчас таки стаки крипов для свена мусор на конечно такси изменятельно по общим творчеством пока лидирует также за нее дальше пак и у них все прекрасно команду фнатик все у них по прокасту конечно все немножко лучше а у команды у джи есть был который кстати пока что еще раз видел но купола были неплохие дула дед забрали леча дал где-то забрали кого-то еще такое но все таки это какой плюс это действительно то есть купол лей даже там на ногу кача жалей то есть набрал ты как можешь брать решан отлично то дает тебе преимущество то есть жалеть об этом не стоит и поэтому у нас команда джи этот купол не жалеть тем более у траксы здесь пока что по артефактам все скудненько 5600 больше имеется вот как раз вот что она не так эффективно фармит как свен за счет своего клива теперь еще за счет блинк даггера яш то есть у него муспит огромный бегает просто по всей карте делает там телепорт и фармит линии и для него это конечно огромный плюс линии леса ну знаете такой мини антимаг то есть если тебя лучше собирать для фарма бф то с вену собери блинк и будьте тот же антимаг вот то есть по фарму как видим что он вырывается вперед по золоту фанатики потеряли за счет то что потеряли и чай и также дали рошаны конечно для них не плюс но муж и муж и продолжает просто бегать фармить пушить и для него ничего не помеха то есть и сейчас миде команда джи собирается в пуш то есть пропушить частое 2 вышку неплохо а свену все это время вот фнатик муши роста бьет т2 вышку конечно здесь конечно видят где находится хотя почему где-то он видел их медиам сейчас как они ушли поэтому уж и здесь надо ретироваться может у кликают говорят что вроде бы опасно но немножко но в принципе страховался все верно потому что если сюда прилетал уже тракса прилетела плюс еще один какой-то купол от минера и в принципе с вами там поделал кстати вроде бы минер неплохо стоял на ли дал за счет 3 смертей которые он заработал там а конечно не такие перспективные но были но зарабатывать тысячи творчество есть и вроде средний творчество крики тут кстати летают дало не видят сейчас у нас на это здесь может видеть стандатик отлично это должны быстро убить дать ему к расставить ультима отлично на это брали видели диджей для хайл хайл из бинк врывается папа пакли будет ворваться просто торгу ну что порт команда его смогла отойти просто морально угол видов на пугал команду в джим но принципе и не собирались найти потому что там не все были высотировка опять же тоже остается 1 на линии ну просто получается свой свой золото свой нет ворс ну команда у джи тоже пока что находится на тут начинает дальше пушить с эталонами удара нигма потора последнее время довольно таки часто появляется за счет своих эталонов а кто сказал плохая герой плохой герой отличный герой этот герой на пуши на драку этот герой даже в какой-то момент на инициацию даже где-то на подсейф саппортом тоже подходит герой очень-очень-очень разнообразный и ходящий почти ко многим тратегиям поэтому герой просто на расхват а мы и жире ну по крайне мере я видел уже наверно за 4 с которую я видел ну может быть это я такой особо не внимательно могут было больше может меньше может я немножко соврал ну каждый должен привирать немножко и правда но мне кажется что правда я видел игры 4 и ними а так ну что команда знать пока что стоит на базе под фарма тоже своих крипов командур просто оккупировала лиса вражеские дрова тут уже тоже перетянулась к ним тоже продолжает пока что фарм купать себе яшу золото сверху ну пока что у команды кстати то вся на миде в принципе с фэй слайдом к троица сейчас бигдагер они могут неплохой файт навязать подраться но пока что ничего не происходит пока это гон может быть не очень хорошо для него но в принципе ладно да вот так догон а муж и просто дальше фармит купил уже с инжин яшу покупал купил себе клап и просто вы боже мой как же много денег он имеет обгоняет просто от раксу на 5000 по золоту это отличная артефакциями яша тут у нас баунти хантер скидывает треки баунти хантер вот я говорил то есть пирот устраивает вот эти приятные вещи вот эти треки вот этот вот вижу все вот эти неприятные действия вот экспириенс а все что только может руль все что только можно скидывает и столько может делает герой неприятный команду джим я не знаю общем он не раз обману там чем был к чен конечно герой так сказать по неприятнее опять же если еще из нигмы конечно нигма там суба чем тоже в лесу и там учатся обыскал мужчина к муж и так со стоял пищу снова тусил динамите все набор вместе с болт вместе с болт хором поэтому такое ну принципе можно было как забрать чена опять же пуш опять же вау да вот это все то есть я говорю что не к нему команду джим чем для команды фнатик может был неплохой то есть опять же очень много различных там бежал и там вот это вот не знаю армора там 5 все такое из того у них хантера то есть само угры бега подавали вот это еще армор дополнительно там такси пожалуйста гони собирающую по хп в команд свою бустишь там атак спиду и так далее то есть это огромнейший плюс для команды и тем более таким вот жиром как он фнатик за счет тайтхантера свена пак конечно герой си это жир да но в принципе свой то я сейчас ноутейла но ты просто получает много же стан неплохой сейчас от него ну пристать и тут сейчас муж ему тут отъехать конечно он все стал неплохо попал в него можно потратить купол тратит приходится линга также дровка ну и кажется муж и здесь могут завернуть а пак приходит здесь дает сейчас показ должны забирать нутейл также делают неплохой ревод забирать слава здесь ничего не бывает крик пытается как-то затраться но получается опять у тиммейт забираешься у нас здесь и венгу забираю кажется мира козди тоже мир полосе погибает да миркал тоже погиб вот по крайней мере успел уйти просто отшел и фармит крипочек как ни в чем не бывало при этом пак это все видят видят сейчас мунмина куда он шел-то телепорт ну принципе ему никак помешает час пак даже у него просто не хватит может загона хватило но он вот как забрали четыре персонажи команды фнатик ну а для фнатика все очень легко получается bkb нет команды g то есть дронер опять же вот которая без блэкинбара бегает так конечно грустней то что вот опять же сайленс опять же рэваж и все дровка просто лопается после этого вам чему что ты чё нанес как бы все да дровка герой хороший но мне кажется в этой мете вообще как-то герой ну не особо подходящий если хотите брать фатуш пожалуйста берите нигму уберите венгу добить и там какую-то пугну даже если хотите но дроу рыжь даже пускай мне кажется тоже луна была намного лучше то есть луна как бы фармит вроде быстрее чем дровка опять же дэш по области какой-то еда из себя боковой быстрее чем дровка при этом был бы здесь огромный плюс ну что героев команды фнатика снова не все-таки в замесе к так сказать собираются скомкаются при этом под и нигму там под того живая было бы вместо немножко посильнее чем дроу рейджер но ул а ребята жили ребята сделали барошана еще остается время довольно таки пыль личненько то чудо будет таймер парт так что команде уже придется дождать но они смогут отправляются искать команду фнатика команда фнатик неплохо сделать находится лично на своей базе видели заполнить хантера но на него идти просто не хотят поэтому перетягивая шала кстати рожан появился без дополнительного тайма просто резнулся такой быстренький рожан получается в принципе команда вот должна забирать этого рожана и когда нет слушать это команда фнатик не хотят отдавать этого рожана тягет сюда уровень конечно нет здесь мужа здесь у тиммейт так что видят сейчас у нас в на всех остальных заходит просто у нас так а то в него вливается много дэмэджа пх тоже пока здесь могут уже убить пак сути вы еще уже в адис от строя ровно это егис выхиливать здесь пока это как просто на своих ногах 16 секунд до рэвы дровку забирает дровка погибать просто под бхм под бкб муши уме на раз здесь пока что пытается убегать у него и купола забирается должен мир около мир около очень много даже получает миркал здесь погибать тп дед нас войдут и уходят и так же у нас инигма это получился какой приятный команду g просто без даже без реведжа на ухая конечно было печально это было действительно чайный команду g потому что ну вроде бы ребята там поставили купола быстренько обливали душ пока ну пока не убили пока 3 геню сам чтобы хатом начали лить в будет с куполом узнать голос можно будет немножко неправильный стоил все-таки купол стоит куда-то сюда у своих тупак и опять же в свой то есть туда поставил пол на можно позвать и шаны просто отойти что рошан команду же все-таки забрала в ралли и также собрала егис у нас мир был номер как как вы понимаете а все-таки погибла егис ну и так же прикип второй раз грустенько по золоту конечно преимущество кому снатик проложает пости уже семь с половиной тысяч по золоту они преимущество имеют и также эксперименцию за десятку по бибэкам хотелось эти по золоту кажется что хотел бы сказать свен или мире имеет такое вот единое преимущество денег не очень много буншар скорее всего будет попасть следующим артефакт можно криты собрать то что акте к нему вроде бы неплохой поэтому можно купить себе криты дамажность немножко больше вот упака 10 тыс да там дальше идет для него стройка вы все понимаете да это неприятно по байбэкам байбэк имеется только услуга пока что тут очень просто ни у кого нет да и кто не делал байбэк подморать и нет просто день не хватит оха конечно появился реводж не тратил он его в прошлом пойти что опыта не было он бегал на своих ногах жил покажу жирный был очень плит мил и цармора много и блокируется как решила дэмэдж это а герой то просто не забрать уж там что вой да ну то у дэмэджа хорошо друры там не довольно таки много дэмэджа за счет гена имеет там почти 300 дэмэджа больше ну и вижу спирит тоже имеет под 200 дэмэджа как регистратор по всеми пассивками тоже около 200 300 дэмэджа может быть и имеет просто не дает команда фнатик дэмэджа потому что ну вроде как бы команда у джипа возможно давал весь свой дэмэджа в этот купол опять же проказывает оунигмы но энигмы холла пока что не было да и купола то нормально не было чтобы команда у джипа стояла и расстреливала команда фнатик понятно пятерых ребят с командой найти по тяжело но поймать хотя бы одного-двух реально ну вот так что как-то цепляет героев которых ну по крайней мере команды же просто далеко от этого айда над этого кула и не могут забрать кого-либо тем более там варкрай который дает еще дополнительный армор для того же дэйдхантер это просто жизнеспасительно вы представляете да что сейчас прокачан варка и он дает еще дополнительный 20 армора для дэйдхантера который имеет и так вот сейчас 17 это получается 37 бх там тоже дольки большим армором как и свен и пак то есть эти герои снице ну почти не убиваем и что под куполом что под нет ну подре понятно что под подлаковом они становятся более менее так сказать неприятными кстати за паком он минер пытается выбежать правда он ничего бы ему не делал кстати вина сейчас дестором пригодится на топ-то тракцать могут увидеть это их кадра могут убить тут щупака увидеть но главное гонны тайт-хантера заметить венгая тайт-хантера здесь возможно будет делать линкс и тут сейчас видят а миду ван и миду ван умирая также реверс сейчас пока что пытаясь пасти он сейчас пытался спать пака но тайт-хантер здесь сам сейчас здесь погибнет хотя крокиншилл сбрасывать неприятный эффект но все-таки погибает здесь тайт-хантер ну возможно даже зря подрался хоть флая тут в ответочку команда фнатик забирает версту тут муши на своем свене еще кучу крипов забирает кучу долонов купает все хиперстоун но это будет муншар при этом управляться просто пуш команда уже отправляться тоже в ответ у них уже конечно команда фнатик отсутствует т2 вышка на топе а вот так как раз как фнатик нужно будет забрать эту ладушку от команды g и потом идти уже на т3 прилетая правда здесь вот у которого кстати нет кула мне кажется можно было поддаться что там дроу рейджер приходит мне нет пока чтобы кб и никаких артефактов чтобы прямо прямо справляться с этим сыном прожимать кб прожимать в аркаде бегает это и до этого лула и в принципе раскладывает ему кабинет по полочкам книжки полочкам разложил вот поэтому бы могли подпушить в принципе свои не собирается до уходи и бегает пока что вражеском лесу под парам крипов имеет довольно плохой натворство натвор дальше только увеличивается увеличивается а3 также от раур рейджер также от дестройера бк появилась дестройера а лучший старался таки кирасу пришел что муншар пока что нужен кираса будет все-таки люста кираса действительно в плюс для своей моды и вообще собрать бы им владимир владимир должен возможно был появиться на ком-то помните хан и все с владимира мармру команды стало бы просто огромное количество но тэйлс и дэмэджем хоть большим но уже бы был довольно таки слабым поэтому команда уже здесь имела все-таки не особое преимущество файта понимаю они бы имели рассказать минус вроде дэмэджа много дэмэджи не наносят ведь это печалька разобраться сейчас с сатиром колдун не получает так в принципе кстати плеча полюса доминатор из него доминатор муши ну да он выложил чтобы иметь телепорт принципе кирасу правильно конечно все замечательно но телепорт если он потрату конечно же лишь передаст ему все-таки его доминатор ну или под конец продаст хотя на сцене иметь сатаник в тяжелой ситуации это конечно полезно а доминатор все-таки является основной частью это сатаника поэтому стоит оставить муномидер собрался и уже гоним колдаун 60 секунд на купаль плюс 1 секунда действия это конечно серьезно ну как полсекунды на втором уровне прокатки плюс секунда на 3 то есть немножко солнышно слева и кубу стоять уже шесть секунд при этом не клоун всего лишь 60 то есть понимаете до 60 секунд что такое минута куда конечно команду g ультимейтов боги но подкупом команду может носить много дэмэджи поэтому разбирать команду снайп поэтому чем чаще купола тем больше у них а это конечно только-только в плюс да свой нужен 11000 перейдет 11000 перейдет ну просто номинатор да на 11000 перейдет зафармил это понимаю заки что получил довольно много золота ну в итоге забрали курьера сейчас команда фнатик потеряли курьером андул джак как опять где вот так конечно грустненько там оттуда долетал вот что-то носил подпечатка крит конечно ревард и что тут есть вижен там на фнатик показывает на да я про имеется ревод шанс вот это вот интересная вещь я все чаще замечают такие вот прекрасные баги к сейчас что крюп раз поднимается не только бы на герой не добывая поднимается такой момент а конечно письма вот нажимает с моей команды вот же и апарляции сейчас искать команду фнатик хотели найти кого-то в сумках у здесь в армии ну в принципе что крипов не значит командов на текне он забыла и в принципе не похоже заходит на спину как фнатик ну тут правда баг прячется где что сейчас билету с эти кликают туда что есть парк где есть по возможно это только возможно это предположено пока не видят тогда не дарить отлича ну в принципе маки потраченные ну и реализация неплохая принципе здесь ахай здесь у нас медвана это все команду джей видит также у нас подходит сейчас диджей ну команде джи пока чтобы с не стоит в голове ткан далековато им бушать на поближе быть со команде команда уже собирать больше идти все-таки на поп а команда фнатик рассчитывает забрать роша мне кажется сырного прям это будет неплохо для них а тем более на роша них имеется преимущество да кому джи митс бы колу кстати уже даггерами да я пока что нет у нас нет ну не еще давайте нужно золото подкопить он будет а имеется с куполом там еще и нигма то есть он проходе как команда уже тоже имеет преимущество но команды фнат имеется сайлент смеса рыбач и еще и тот же сверху может под все это с построиться и команду же просто убежать к этому куполу да то все просто выходит на косяк по сворачиваюсь косяк и выгуливается кита человек далеко ну понятно просто без пользы поэтому нужно кто с этим быть немножко поаккуратнее ну войду нужно более-менее рассчитывать на то что его команда будет рядом если не будет ну кстати вот вижен дай а вижен был вижен теперь нет команда уже тут выходит туда логики подфармливают ну команда уже боится пока начинать файт все таки нужно начинать либо с файда либо с инигмой а инигме как вы понимаете бить был холл нечем если у нее прожимают боковой ну хотя нет из чем понимаю это они так а ну да первый зачем фрот проходит через алексочку поставить двоих неплохо мужчина валютах а я хочу убить окаю что удачи рэвать там по мужу муж и кб прожимается дает скулу также ее с ультимейт сейчас а драйвэйдж также буха слушайте выхода неплохой сбиваю сейчас чен чайником у нас облаковой инигме криш живет а также мир пока что бегает но тэйл сгибает так дальше за мирком нужно возможно ворваться забирается у нас бингу также разу могу забрать флайну в принципе пока что мунинер вместе со своим мирком должен уходить а свэн сзади уже бежит свэн пытается догнать кого-нибудь агер но в принципе вот здесь скорее уйдет но нет не уходит в принципе да он третьего уровня не отпускает не отпускать людей блин я не понимаю как-то цели все равно сели пытались убить муж и пытались убить тайтхантера муж жирный армора много вот как раз за счет того что мора много и тайтхантер не могли забрать и свэна поэтому нужно было как цель немножко распознать и вообще собрать какой-то изолятор что ли на бул рейнджер тогда уже нули хоть бы нибудь еще и керас то есть фс вот и конечно себе владимир замечательно это это баром но не снимает дэлли войду в принципе здесь тоже надо собирать артефакты больше мне кажется как об этом еще то таки раз здесь тоже степ то есть дэндж констатик физического много при этом это нужно этот весь армор нужно снимать с команды фнатик как вы понимаете помогает этому конечно же и без пола чтобы снимать эти вот неприятные армуры за счет лича опять там вар край и так далее ну конечно дезолятор и кераса это конечно же очень сильно помогает вообще в идеале было бы собрать конечно взять команду g тогда уж куда не побоюсь сказать скажите мне я скажу вам элтитана который свои пассивки своих астралык может сейчас ломают vision гем дал кому 0 имеется а вот команда про джи файти ничего не смогу насчет то что появлялся был вертан команду g и проблем бы с армора команды фнатик рота не было то есть каунского он появлялся будут керри конечно же я не представляю себе как титану да ну как саппорта в принципе полне то есть вместо других у спирит который дает конечно же там минус армор доте приятно все таки нужны и дэм что же приятно может нет и нигмы который ему призывет бы холли сбиваюсь это чайником и а власти там просто стоял на линии помогал бы опять же друг рейджер они выбрали довольно таки быстро и кантра в принципе у имеется составил массовый ультимейт который подходил бы под опять же купол и от того же стройера мне кажется было бы идеально ну как видите команды шило все по-другому девушки ферд пик или все-таки не два и нет а там и нигма и строй был посчёпались там ведь вуз перевод ну и так дальше то уровень как бы вроде вроде понятно да ну все равно папе конечно же здесь немного уже команда от жизнь здесь начинает проигрывать потому что так вот они проигрывают потому что банда снатик ну слишком много жира очень много армора и поэтому команду же просто не может пробивать просто нечем как же понимаете что такое вот это вот сопротивление физического рот 65 процентов то есть команду джи физический дэмэдж это почти основное то есть это дро рейнджер это бежев у спирит а в этом тоже в основном с руки да так бы годы за счет своего ультимейта имеет довольно неплохое преимущество над героями команды фнатик это понятно ну конечно же нигма за счет своего мина и пульса на бухова правда с этим выходит пульсом возможно все таки кстати своем делать теле по они своем можно было дровка даже не санток был то виджиму перед что ли там за телепорт ну ладно связь в принципе тут поверила ботин фармин пресса влез раз нами дал ну криточку на него подогнать тем более очень быстро дефицит и не довольно таки от большой двадцать семь тысяч по дворцу нет нас в 27 это на 13 тысяч больше чем у дестроя 27 ё-моё это 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 огромное количество это большое количество денег и правда команды в такими еще я боюсь скрывать по золоту 15000 преимущество на 39 минуте появится за 20 все ок ты же бой мой что же команда патик делает да их игра правда легко вы как бы складывается никаких особых усилий они вроде прикладывают чего сверхестественного здесь не было таких лет камбэков с эти купол пока что водный стайк остается там делаешь одном успел свена достаточно у него там мидс по плану boost небольшой имеет стран трэвела имеется сэджин яша понятно варкрай который дополняет я должен принципе варкрай прошимать и после заходить вместе с командой залетать у нас миракла дается отличный рэвэш и а тратится он в крита тратится у нас флай флай здесь может давать на роте блэкхол здесь мир проседает очень сильно миракла срабатывать все через бкб это агоним на паки да действительно так ахай здесь можно забрать ну ахай здесь уже потратил у тебя и дальше это муж и просто разваливаются с кабинета у него есть эгис он может продолжать дамажить он на пытается отвлекаться добивать вышку добивать вышку в принципе до уходить то есть все прекрасно не участие диск как бы он не парится насчет этого он вы и выберет но и и все ну окей проблем что ли мобилья из череши успеет ли вы сейчас у нас в череши бак взлетает сзади пытается ищем тэл тэл убивает тэл и нет байбэка заточить миркла умерла нет байбэка неплохой неплохой вроде блэкхол но мушить погибает неплохо дейдхан тоже гибает энигма под лозочкой неплохо делает съедает пак выживает кто тоже мог погибнуть но в принципе с вами байбэка там понимаете что нет байбэка у дро рейнджера есть байбэка у нас у энигмы но байбэка у нее нет когда что может еще сделать сварка сейчас у нас муши муши пытаются забрать под мой файсом купол здесь есть ли у вайда купол должен быть но вайда быстро разбирать мы ведь байбэк делает при пляж у нас мир начинает дэвид начинают пойдут на муши мушки нужно брать мужчин нужно убить или того же медван просто кого-нибудь собрать сейчас на праве back buy back и эти buy back и нужно наказывать поставь себе два нами два должны забирай сейчас здесь венга бьет купол также есть но в принципе их вам погибает него его конечно не было но в принципе быゴッicit на был байбэку на со будет хотара бывает у нас опять же тоже дает ратор ну-то такое просто по байбекам остается только у пака у остальных байбека нет конечно команда OG тоже сделала байбек байбек делал только Дроу Рейджер Лиу Лич и Венжин Спирит все остальные байбеки свои все-таки сделали, ну по крайней мере команда OG здесь задривалась это дает им какой шанс то что они немножко за камбэть, это и правда хотя потратили очень много денег за счет своих байбеков это грустенько грустенько для них, но ладно это в принципе простительно и это было просто необходимо то есть если бы они это делали, то скорее всего ГГ прописывала по команду OG и все и они вылетали с мейджера, поэтому стоит все-таки немножко в них поверить ребята все-таки могут партифактом здесь должен покупать что-то, да хексить какого-то опять же Свена без ВКБ хексить, пак или хексить даже какого-то Тейтхантера кого-то из этих людей и в принципе его убивать, критик появляется у нас Свена, ну это уже после конечно Кирасы ну конечно многовато сейчас Свена уже неплохо раскладывал ребят кстати, Санзо позже только Т3 вышку в бараке сидят просто не тронуты ну тренжевый барак немножко порога надеюсь их появится как бы немного пока что все вышки так что на смоки, есть ли у командов да и смоки, ладно сейчас вижу тут понятненько ну в принципе смока мне кажется что должен задавить немножко в сторону задавил, смоки лечь должен понимать из своей команды и приправляться искать ребят команду OG если выбирать хоть кого-то взрати опять же войдам, которого байбэк сбирайте нигму, сбирайте миракла то пожалуйста, три минуты нет у них байбэка где-то их не будет целую минуту или даже чуть больше и за это время вы можете спокойно идти сломать на сторону, даже может в все стороны потому что сейчас Т3 уже на миде отсутствуют на топе пока что, но в принципе Т2 вышек нет поэтому особо бакдор протекшн такого, которого что не позволяет просто бить Т3 выше нет, то есть возможность забушить будет всегда Тэйтхомтакс прячется что возможно будет катабрировать но команду лучше просто не хочет выходить за своих агронах хотя сжимают смоки и отправляются нет, понятно, команды OG нужно дейвить но опять же, если они будут просто стоять пассивно на своей базе то конечно же они ничего не сделают они даже быстрее прячут у них там демиджи сушить, все руки-то много не надо об этом забывать у них 208 демиджи с руки за счет RAWRANGE за счет VW Spirit демиджи к ним добавляется ну у меня здесь, кстати, сейчас отправляются на топ а должен кто-то видеть, блин, если поставить купол в какого-то пака кстати байбек есть как бы, конечно, все это густенько но если, в принципе, все равно байбек тоже будет неплохо купол здесь никого не видеть также здесь мир здесь должен разворот, ставить купол в какого-то пака но как бы, его не делает этого просто не забывает мы потратили дримхойл у нас сейчас командов нас не будет дримхойла 7 секунд это уже неплохо это проверил с этому меру ну и команда UG пока что без смоков теперь у них есть все у них есть они готовы они готовы траться то есть линка есть у нас у него не думают теперь Блэкхолл ей не сорьешь ни каким там чайником ни чем другим поэтому нужно как-то здесь команде просто хорошо заценивать забрать кого-нибудь из команды Fnatic желательно Свена желательно Лича желательно Тайтхантера и все то есть эти ребята они без байбеков и один пак, который имеет байбек погибнет байбек ничего не сделает то есть да, он может щелкнуть кого-нибудь типа венги или что-то видя ну дровер, кстати, вряд ли да и ник бы тоже поэтому в основном только пинга 1300 хп это конечно маловато а в остальных хуже больше 1600 то есть факт про кастас до агона ну не должен просто собирать так ну вот эти вот тут ломает вижен дорожен кстати остается совсем немного времени буквально 20 даже 10 секундочек это совсем немного вот поэтому нужно нужно чек этого Рошана хотя команда Фнатик тоже должен это все понимать и если будет Рошан то они тоже будут удраться то есть Рошан здесь очень много решает то что байбеки то много было байбеки только сейчас у Нутелла и у Медуана все остальных отсутствуют кстати байбеки сон остается всего лишь до минуты да у Дестроера еще минута но там нужен немножко байбек опять курьер кстати у команды то у Фнатиков сейчас сгибает курьер ааа да что получили поеды прикольно поясы свойт я понимаю курьера забрал все таки здесь на не на линии хотя могли вису звать потому что там первый взгляд шел от Свена хотя что ему принес ничего вон захочет на Рошана очень быстро этого Рошана забирает не успевает пусть команда Фнатик что подойти хотят но Аиги забирает что Диспуэр у него СБКБ у него Хекс ну и в ответ в ответ должен идти с командой в принципе встречать команду на Тик устраивать им такой жаркий прием в европейском стиле вот ну и в принципе выигрывать игру но правда до выигранной игры команде на Тик еще далековато они конечно тут имеют ну конечно преимущество за командой Фнатик 14000 по золоту по эксперт по эксперт в 10000 ну как бы даже 25000 а примущество команды фнатик было по экспертам но команда ауджи 15000 то есть за счет рошан неплохо в принципе вроде и плохо но байбек есть байбек будет байдат тоже ну как все понимаете что байбеки уже скоро будет поэтому нужно здесь уже просто кого-то забирать команды фнатик или команда УГ просто разводить на байбек ну и просто ходить ждать какие-то 3-4 минуты символичные которые дают полностью откладывать совсем в план я понимаю что у Тайтхантера там 150 секунд что там даже у команды УГ у Энигмы 100 160 то есть все это дает конечно нереальный плюс ну а то я правда сейчас крипов в команду G много они могут немножко подпустить правда тут тоже крипов есть поэтому под вышечкой деффинга приходит ну это команда G просто ретируется с топа ретируется с мин ретируется с бота ну и теперь просто выходит в такую более мини позицию дефа кстати у Сэна здесь армора не так много теперь за счет того что у него армора много потому что ЛИП постоянно накидывает при этом еще пар край поэтому это у вас забрать в счет влитают сейчас просто в крита две точки ты в крите 1400 крит погибает просто открыта почти купол куполь стоит хорошо сбивает телепорт муша сейчас здесь муша можно убить у муши есть бэк но у муши здесь должен погибать у него есть бкб приходит сюда сейчас и должен приходить сапак тут правда, мунинер сейчас может погибнуть должны убивать отлично убили сейчас здесь муша... у муши еще не будет 2 минуты У меня есть байбэк, сейчас должен быть башик, 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 это не забирает, байбэк не срабатывает, пытается уйти пак, пак здесь, конечно, уходит, у него все получается, но купол отличный, он меня сыграл просто замечательно, сейчас даже идти, разводить на байбэк с Вэна, а это нужно, это нужно для команды OG, потому что у Сэна действительно много денег, у него байбэк есть, байбэка нет только сейчас у Диджей и у Ильича, то есть это, конечно, неприятно, но, в принципе, жить можно. 27-16, счет, 50 минут игры уже прошло позади, но это все-таки мейжер, ребята, игроки измерены, серьезно, игру каждому не хотят отдавать, это такой вот камбэк от команды OG, потому что по experience точно камбэк в 20 тысяч, по золоту почти в десяточку, ну, как бы, понимать, это довольно-таки много. Захочешь, команда OG должен заходить на мид, пушить все-таки три вышку, ну, так и, знаете, ответочку, то есть кровь за кровь, вышку за вышку, глаз за глаз. С вами, конечно, пока что байбэк не собирается делать, но, в принципе, я думаю, что, возможно, даже отдают, отдадут все-таки даже в сторону, может быть, хотя, ну, байбэк это очень важно, потому что если тебя забирают после байбэка, это печаль-беда, это получается просто очень огромный минус, по 4-колу-то очень много девушек получил, просто еще живет, то есть хантер пытается как-то отбрасываться, прожимает бкбл у нас на тейл, ну, в принципе, забирает рейнджовый барак и уходит. Команда OG. Правда, купол не приходится, опять же, без команды, здесь диджея должны забирать диджея, забрать, отлично, забрали баунтихантер, уже неплохо, с вами 26 секунд, да, кулдаун, здесь фак прячется, фак пытается убить, но не получается. Хотя, кстати, неплохая такая, неплохой такой, муф манда OG, вы бы сделали вид, что они уходят, сейчас пушат еще и миличный барак, его теперь точно должен отдыхать. Дидхантер, в принципе, очень не тратит, потому что без Свена он не будет так сильно реализован, там же еще Леон, да, ученику убил в лич, все путаю этого лича Леона, пытаюсь спать, хочу. Ну, в первой игре был Леон, в этой игре в лич. Вот, Свен, в принципе, дождался все-таки, без Ребека прожил все это время, потому что, ну, опять же, погиб бы, он сейчас при ней, мы погиб, по-твоему, и все. Игра бы просто на этом закончилась, мне кажется. Сейчас команда имеет маки, команда OG здесь тоже не намеревается отходить, не на минуту, потому что все-таки ОДА имеется Аегис, его нужно разменивать, сыр там также имеется, и Снежбай, и Снежбай, и Снежбай, и Снежбай, и Снежбай, и Снежбай. Будет вливать фарр, но, опять же, БКБ, БКБ у Нигмы, БКБ у Дестройера, БКБ у Дестройера, БКБ есть у Дроу Рейнджера, ну, остальные, конечно, без БКБ. Аегис упал, и команда уже, OG более-менее, мне кажется, уже опасненько, хотя у тебя Байбека нет, сейчас у Хантера, ну, то, что у него все-таки потратил на рефрешер, такое более важный факт, по его мнению, Крит пытался кого-то выспить, кстати, вот, пак немножко спалился, ну, цеплять никого не хотят. Так, кстати, тут бегает еще, признанно, 1400 па, ну, меня купил все-таки себе, касалки раз, да, действительно, вот, что-то нужно делать против того Свена, это минус армор, и армор по себе еще, то есть, вместе с Владимиром дает для своей команды плюс 10 армора, а если для себя, то, считайте, плюс 20, как бы тоже неплохой плюс. Так. Да, но надо ФНАТИК опасный момент, то есть, конечно же, ТТТ преимущество командира Джим, ну, по крайней мере, ситуативное преимущество по файту, тут, кстати, спалился сейчас НОТЛ, спил со себя с Макей, неприятно, ну, будет порт наживой, ну, или будет фармить. Вот, ладно, отвод стоил слов, хорошо, покупайте уже с КАДИ, у нас Draw Ranger, ну, укрепляется, неплохо, должен заменять скрессинг-фак, и ударинг-фак, и меняет, телепорт табачная штука. И НОТЛ, 2,5 хп, по демиджу тоже уже, уже за 370 своего, и это еще без плюса Винджи Фулл Спирит, ну, давайте посмотрим, хочу посмотреть, просто плюс. Вот, принципе, там, Джим пока что сломал. Draw Ranger, просто, ну, ладно, начинаю с небольшой. Так, китайский сервер все-таки, может, проходит на Китай, сейчас, пока здесь должны цеплять, Хекс, просто, Мидваны, Мидваны здесь должны убивать, Мидваны здесь убивают. Дальше, просто, какое-то слайд-шоу происходит, что здесь у нас муж пытается какого-то вырваться, но его просто, пока что, так сказать, отталкивают от файла, за счет того, что прожимает у него рот в нос, ну, и, в принципе, с вами поставляться особо не хочется. Ну, конечно, это слайд-шоу, почему так началось, интересно. Не, давайте, ребят, я все-таки перезайду, потому что, ну... Просто смотреть на вот эти вот мерцающие картинки без доты, конечно, не особо интересно, ну, как бы, забавно, забавно, но смотреть на это, конечно же, грустненько. Так. Что у нас здесь? Ладно, поехали. Ну, в принципе, картинка пока что не изменилась, ничего не поменялось, спик остался тот же. Ну, в принципе, ладно, будем смотреть пока что на то, что происходит здесь. Не особо интересно, конечно, на это смотреть, ну, понимаете, главный момент может произойти внезапно, вот здесь, затяжка в две секунды. Такое, давайте даже посмотрим на счет пинга. Ну, просто самому интересно, сколько тут пинг. О, мне речи не показывает, я могу включить статистику, но не хочу пока что. Ну, это, конечно, надо исправлять, ну, ладно, может, это сервера. Опять же, у них там были проблемы с серверами за счет кобелей, которые подключены к кабинкам игроков, и они из-за этого принесли сегодня длительность, кстати, на два часа целых. Ну, конечно, это все проблемы, возможно, организация, но проблемы технические. Знаете, эти технические проблемы возникают даже неожиданные. Я бы сказал, вроде как ты знаешь, может такая ошибка произойти, но вроде как бы и знаешь, забываешь. То есть ошибка вроде как и не особо заметное бывает. Это у нас сейчас выбивает, выбивает цирк, выбивает айгис. Так, так-так. Ну и что? Ладно. Быстренько-быстренько разобрались с этими ребятками. Тут, опять же, происходит что-то непонятно. Тут Тайтхантер, пока что прожим отшиву. Там купол стоит неплохой, в мид-2, в Ахайо. Ахайо здесь должен убивать, потому что он не хочет, чтобы он давал ревенш еще и рифрешер. Байбэк у Ахайо нет. Прожимает ревенш, прожимает также ревенш. Должен давать второй ревенш, как я понимаю. Второго ревенша не вижу. Пока что здесь Войт не живет. Войт умирает без Байбэка. Свена, кстати, убили. Байбэк он потратил. Ну и все, команда ОГИ отправляется на базу. То есть умирать не хотят, но развели на Байбэк Свена, и это уже что-то. Прям развели еще и на Рефреш Тайтхантера. Да, конечно, он кодал не со 180 секунд, это 3 минуты. Но, в принципе, все равно довольно-таки важная штука. В Пакуне в Глимерах. Просто за командой ОГИ здесь. Нет, пытается сейчас забрать Крита. Миссис Тайтхантера. Пак тоже приходит. Он через Шил Крита пытается забрать Крита. Ну да, возможно, что есть Крита. Но Ахайо здесь может погибнуть. У Ахайо нет Байбэка. А Ахайо-то здесь может погибнуть. Нет, Ахайо выживает. Ну, ХП забирает венгу. Здесь прилетает у нас БХ. Свен уже тоже здесь. Нотелл здесь может сильно подставиться. Питает мужа. Мужа забирает сейчас Нотелла. И это минус 3 в исполнении команды Фнатик. И так не забрали у нас сейчас стоит Кандра. Ну, как говорится, бежишь, беги до конца. Ну, вообще, делай. Если что, делай до конца. Ну, как бы, понимаете, здесь все. Ну, все. Вернулось. Прекрасно. Все вернулось. Восстановились. О, боже. Слава китайским богам. А, Мэйдэйн Чайд. Кабеля, кажется, в Китае мы доинчайны, правда. А что там еще может быть? Да, везде. Везде мы доинчайны. Бля, там где-то нормально. Есть. Все, готовится. Изгравляется в Китае. Вот. Ну, в принципе, Свен подцепили. Сейчас справляется он на том. Ну, опять же, дефицит. Зарабатываем себе золото. Байбэка у него нет. Вроде бы убили троих. Запушили вышку. Запушили, так сказать, бараки. Но, в принципе. Что команда уже этого потеряла? Они, как бы, развили на байбэк Свена. Это довольно-таки сильный такой ход. Такой в плюс. Я бы сказал даже в польском. Команды ОДЖИ. По словам, кстати, преимущество. Ну, да. Все же начинает отыгрываться. Бигаться. При этом Свен теперь без байбэка. Еще пять минут, как минимум. Я так понимаю. Но команда ОДЖИ потеряла всего лишь сторону на Миде. Разменяли сторону на Миде. Также команда ФНАТИК. Так что, в принципе, не страшно. То есть, ну, тут там, как бы, равносильно. То есть, по базам, команды ФНАТИК, команды ОДЖИ, как бы, все более-менее ровно и одинаково. Ничего особенного у них тут нет. Ахая. Так, с рефрешером. Скоро, кстати, через минуту. Опять же, на слайде. Что ты делаешь? Дота. Дота. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вроде бы, включают, ну, где-то в часу 12 начинают говорить, типа, да, я там танцую, там, танки, там, девушки. Ты приходишь, ты тишь, и те не отвечают. Ну, что у них там, ну, своя атмосфера. Мне кажется, что на серверах команды... А, кстати, что у нас? У меня тут как Медуза. У нас с Ланутейл разбирается. И тут неплохо, сейчас Детроер разбирается с Паком. Ну, в принципе, Пака под Киксом. Ну, кстати, вы видите, вот этот момент, когда Мирик атакует с 3 цели, 2. Режим Медузы включил. У нас сервер Дотэдва. Все герои, что тут и Гигуа, тут и Дестроер, тут и Тракса. Не, ну, Тракса, в принципе, может. Тракса, да, в принципе, с Аганима может, кстати. Опять же, куча демеджа. Ну, кстати, вот, я когда-то даже замечал, ну, я вообще-то, я бы хотел только увидеть керри какого-то Вич-Доктора. То есть, Вич-Доктора, опять же, под куполом, носят очень много демедж за счет того, что он, поэтому, Аганима, там, и так далее. И причем это очень быстро фармливает. Понятно, если он, кстати, там, гем валяются. Ну, гем чек, гем чек. Ну, еще гем, ну, как бы, гем оставить. Ладно. Два гем. Зачем два гема, если один, если на дверевый Вайт. Дестроер заходит сейчас просто на пуш. Вышки, Т-1, Т-3 вышки сейчас на пушку будут падать. Смен, Мэн-2, Тракса, Тайкадр, рвается, идет рэмошки. Ой, Смен летает, забирается у нас. Мирокл еще живет, Мирокл слабует, у него появляется. Мирокл, кастует, Вайт, кастует кол. Ну, сейчас должны Муша раздаливать, вот здесь купол, так, здесь еще есть и Блэкхолл, но Блэкхолл пока что куда давайте Блэкхолл просто в одного Муша отвезли. Баааа, правда, там сейчас КБ кончилось. Нам, мини, мы забрались, сейчас у нас еще успелить, забрали, у нас не игно. Мирокл, кастует живет, Мирокл. Боит, пытается уйти, но Мирок здесь погибает. А вот войду здесь нужно просто бежать. Боит, конечно, здесь тоже будет гебать, мне кажется, будет давать съем. Ну, ладно, Байбэк, ну, команды Муша есть, но команды Муша сейчас неплохо подняли, мату 100, 300, 700 зол, потеряла команда О'Ги, 7500, спец, получает команды Муша, да, Байбэк, было, опять, хондар от Сити Байбэк, ну, Байбэк, Байбэком, ну, это равно 4 Байбэка, временно один и развеясь всего лишь вторую вышку на топе, команды О'Ги это, конечно, похор. в бараке этого понятное было то не страшно курьер на телах другим забрать на бурал интересно этот гембур они сушат не действительно гем валясь у меня в люке самом деле нет трюков никаких нет геймс держит камень или как это говорится у меня был прозвищ неправильно слова на видео ну пускай будет так вот играл в принципе ничего не делает команда уже здесь буха мальчик отходит хай гравди команда джей него не поэтому не видят гему команды нет да и вряд ли после в ближайшее время получится что там куда мне кажется что есть гембурж никого нет в принципе с вами сейчас по боту байбэки у команду джи скрещу будут 60 секунд а купола уже есть в принципе байбэк войда купол есть своем приходит на по боту на миде сейчас у нас тут это ну кстати по команду байбэки это понятно хотят строй на гаданске хотя тут часа фортификацию команды уже нету пытаться сведом лично помешать ему розочка ну в принципе свед уже более-менее аккуратно садили на пол хп от розочки ты действительно много типа теряешь если нет мочи берет себе гоним и бывать два бы кола пойти причем с бкб желательно еще и дагер купить уже без дагера у тебя вот не цена как в прошлом файте она вроде пытается на ногах бежать в куполе еще застревает и просто ничего не может сделать там ворвалась дал акула дала уже свой бы кол хотя могла переплык перепрыгнуть купола не имела бы себе блин агер и сам бы дала бухов вроде вовремя и так с бакенбаром бакенбар кончился вроде колбу неплохой цели муж и муж либо дать ему холл если бы он рассказался полу силу но и мимо очень рано прожила бкб у них как бы шестисекундная и в принципе очень рад за этим бар и ей просто сбили хексу и блэкхолл поэтому как бы ничего особенного там не произошло кстати гем забрали я проставляется в мире гем теперь учатся эти тут три дома и у меня у меня про глюки хотят 3 гем почему нет может быть прямо команды обнать их сейчас на стараться на их территории 1 мяча интересными все получается согласитесь территорию металл с митс мека и мисс владимир и нет также аркан тапки действительно такой жирный получается у нас бунтихантер чем с хп и с армором из мешать девочки а мора дополнительно вам действительно много там действительно много арбат 25 16 читайте и будучи то 40 динар вот и одну и резист понятно соответствующие 70 процентов готовки физического дэмиджа плюс еще кринсингвард и в итоге то там вообще очень-очень мало дэмиджа получает то все лишь команды фнатик за счет того что у них очень много армора еще и кринсингвард то есть если вот это вот количество армора не и так сказать блокирует весь дэмидж который наносит команду уже за счет физического дэмиджа то в принципе вот этот вот кринсингвард блокирует это недостаточно поставил сколька 50 а 55 п то есть 55 рапиром сейчас увидели покупку рапира круто рапира появляется у нас у свена ну и с рапирка игра с рапирка 2 рапирка свеном уши фнатик александрюрович конечно у нас будем менять по ситуации вот в принципе довольно таки рискованно действует давай давай бы есть но теряет он эту рапиру эта команда уже заберете в принципе там знаете будет очень-очень неприятно этих курьера то можно было это забрать уже курьер принес своему оперу и рапира в принципе а где рапира где рапира рапира вообще на базе бежит есть не так пришли не палить сразу пришли не ставить кстати ручка стоит никуда просто рэвэдж пытаясь кого-то зацепить они ему сзади заходит у нас сейчас миркл раскидывает вам уши в уши должны уши убивают у него есть бэк байбэк нужно делать а убивает так же баутихантер неплохо они потратили сейчас убили у нас тайтхантера байбэк лечь байбэк у тайтхантера не байбэк а у не а также у баутихантера стоит кадром лишь деловой пока и живой и свят сделать байбэк ну кажется свену придется забирать его рапиру и отвечать по ответочку менять курьером по будет носить и отправляться на водные то есть если ты видишь с трапирой да ты можешь кого-то забрать но ты можешь так же благопомощно отдать эту рапиру и в принципе все но я думаю что команда здесь будут аккуратно братья упалить не хотят потеряют сейчас все равно сторону мне кажется хотя свэм не хочет заходит ближе ближе так команда в это все видит ну вот в принципе стоит у него есть купол у него есть блинк поэтому если что все таки даст он в этого муши все таки еще упал кто-то кликает уж те он может то и знаете на обувь ворваться поставить купол забрать муши забрать рапиру и все игра закончится ну вот же здесь они реально компакт делают смотрите преимущество команды фнатинг было за 15 тысяч по золоту по эспиринсу там за 25 но команда вот женщина это играть все это преимущество это конечно же приятненько еще находят на третью тонну правда здесь уже нужно дефить глифортификация прожимает команда влетает вот здесь прилетают пламки хантер должен как-то шатя на бараке лишиться ну летает нотелла хекс дальше что сайленс все в дело все в целом отставил но это просто не боится влетает сейчас мужа на него ставится просто колдун да 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 это конечно выйдет все таки из него рапиру да кстати слушайте не факт ну еще пытаясь забрать но все-таки забирают бэй 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 но рапира лежит рапируши забирает команда так пропиток с этим вы счет кого кого ура пират нет 2-й укол это действительно много дэм да и там другим попой вам да и был по исполнению команду вот жизнь вот эта игра была интересна первая из первой игре лучше как мы более не уверен смотрелись и хотя и в игре фнатики тоже смотрелись достаточно уверенно но где-то не совместит этот кусочек и хатер что забавно команда фнатики смотрелись